В администрации Каспийска состоялась 36-я сессия собрания депутатов 7-го созыва под председательством Абдуллахида Джаватова. На встрече также присутствовали его заместитель Аза Алиева и первый заместитель главы Арсен Шерифов. Перед началом заседания присутствующие обсудили двойной теракт, который произошел в минувшее воскресенье в Махачкале и Дербенте. Абдуллахид Джаватов отметил, что у терроризма нет ни веры, ни национальности, а также призвал депутатов уделять детям больше внимания, чтобы они не попали под влияние ваххабистских течений. У кого-то на Западе хватило времени уделить нашей молодежи время. Мы не можем потратить свою личную энергию, силу на то, чтобы воспитать свою молодежь. У тех нашлось силы, у тех нашлось время, у тех нашлось деньги, чтобы перевоспитать наших детей, которые мы растили. Постарайтесь, депутаты, постарайтесь проводить беседы, разговаривать с этими людьми, потратите время, свое личное время, потому что завтра у вас этого времени не будет, завтра у нас у всех не хватит даже минуты времени на то, чтобы себя уделить. И за то, что молодежь свое лицо покажет, потому что на них потрачено кучу денег, на них потрачено кучу времени другими людьми. Присутствующие почтили память погибших сотрудников правоохранительных органов и гражданских минутой молчания. Далее депутаты приступили к повестке дня. Первым вопросом стало утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 2023 год. С докладом по данной теме выступил начальник финансового отдела администрации города Джамбула Джабраилов. Доходная часть бюджета за 2023 год исполнена в сумме 3 млрд 52 млн рублей, что составляет 103,7%. Собственных доходов сверхплана поступило 94 млн рублей, безвозмездных поступлений 11 млн рублей. На президиуме и на комиссии было предложено, чтобы я подробно раскрыл расходную часть и привел в процентное соотношение освоения денежных средств. Расходная часть за 2023 год исполнена в сумме 3 млрд 20 млн рублей или исполнена 99,3%. Помимо этого докладчик рассказал о плановом периоде 2025 и 2026 годов. Начальник отдела архитектуры Наби Амиров по вопросу правил землепользования и застройки территорий городского округа довел депутатам об их изменении. Они коснутся регламентов текстовой части. Одно из предложений – вид пользования в магазине перевести в условно разрешенный. Да, это будет допустимо, но у него не будет этого механизма, который может избежать и побежать от часа. Вторые изменения тоже в зоне ИЖС касаются. Мы исключаем вид пользования автомойки вообще полностью. То есть, получается, у нас все зоны ИЖС, мы аналитику сделали, они плотно, все земельные участки расположены рядом. И у нас умудряются, мы несколько случаев тоже выявили, мы рядом с частным домом, они делают мойку. Там же шумы и санитарные условия не соблюдаются и так далее. Помимо этого, прозвучали вопросы передачи объекта капитального строительства главной насосной станции из муниципальной собственности в государственную – Республике Дагестан. А также утверждение порядка оказания материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для оказания дополнительной материальной помощи лицам, заключающим военные контракты для участия в СВО, сейчас предлагается на утверждение порядок, согласно которому эти финансы будут доводиться до них. Максимально сжатые сроки постарались в порядке указать, чтобы как можно быстрее эти деньги дошли до лиц, заключающих военные контракты. Просим поддержать и порядок утвердить, чтобы мы незамедлительно могли начать реализовывать эти выплаты. Заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева в последних вопросах обсудила с депутатами увековечивание памяти героя России Магомедали Магомеджанова и Каспичан участников СВО. Заместитель председателя собрания депутатов Тимур Насрулаев предложил рассмотреть вопрос присвоения звания почетных гражданин Каспийска Тагиру Ахмедову.